15 часов 35 на столице продолжается дневной разворот алексей соломин ирина воробьева здесь студии продолжаем за отслеживать ситуацию в крымске будем периодически приключаться на те новости которые идут оттуда и по ситуации оттуда и сейчас мы вот как раз разговаривали с вами уважаем радиослушатели о том как настроена работает ли система оповещения при каких-то чрезвычайных ситуациях у вас в городе и у нас сейчас время рубрики дневник губернатора на связи с нами из кирова губернатор кировского стихи никита белых никита и здравствуйте 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 давайте тогда кировской области перейдем как у вас это работает работает ли вообще и проверяете ли вы когда-нибудь эти сирены и сами вы слышали эти сирены сами я слышал значит ну давайте так во первых хочу еще раз там пользуясь эфиром выразить слова соболезнования родным и близким тех то значит погибли в ходе этой катастрофы ходе этой трагедии значит что как бы можно сказать по системам оповещения вот я очень рад что сегодня министр по чрезвычайным ситуациям господин пучков сказал о том что система чрезвычайного оповещения чрезвычайных ситуациях она во многих регионах там недостаточно готова на самом деле я думаю что цифры еще как бы хуже так то есть если в целом то есть у полностью скажем там системе тотального оповещения дело в том что у каждого региона есть понимание того какой характер чрезвычайных ситуаций может угрожать и там тому или иному региону да и той или иной территории то есть если мы говорим про там кировскую область понятно там у нас там лесные пожары у нас половодие у нас напомню расположен химический комбинат у нас расположен завод по уничтожению химического оруля так то есть поэтому вот то есть мы для себя четко как бы понимаем специфику и тех как бы значит чрезвычайных ситуаций которые могут проходить у нас и соответственно те как бы системы предупреждения и меры которые существуют у нас они работают там заточены что называется вот под под этим направлением поэтому если мы будем говорить насколько готовы системы значит потом оповещению в кировской области то есть я могу сказать что там лично как бы проверяли там значит тестировали и по химкомбинату и по заводу по уничтожению химического оружия они работают то есть сказать там тотально за все область что в целом во всей области в каждом населенном пункте да я напомню что у нас там 2000 населенных пунктов численностью меньше десяти человек да то есть там 7000 населенных пунктов численностью меньше там 50 человек сказать что в каждом населенном пункте там эта система работает это было бы ну слишком как бы большим таким авансом Значит, вообще система должна включать целый комплекс мероприятий. То есть это и сирена, это и работающие, соответственно, громкоговорители, радио, если не ошибаюсь, там радиомаяк, первый и второй канал телевидения. У нас есть, в общем, территории, где даже каналов телевидения, соответственно, не доходят. И где, соответственно, дальше это уже работа местной администрации. Значит, у нас существует программа, я думаю, ну, практически уверен, что такая программа существует в каждом регионе. Так называемое, там, снижение рисков и смещение последствий в черешайных ситуациях природного и техногенного характера. Значит, объем финансирования по этой программе у нас на три года заложен порядка 110 миллионов рублей. Это большие деньги, то есть для региона. Ну, то есть вот они как раз и включают себе реконструкцию системы централизованного оповещения, значит, там, усовершенствование системы автоматизированной информационной системы, системы отображения информации. Там же, кстати, туда в эту программу заложены и ремонты, там, складских помещений, предназначенных для хранения материальных ресурсов, которые закладываются для нужд и гражданской обороны, и ликвидации последствий черешайных ситуаций, создания резервов материальных средств и так далее, и так далее. То есть, собственно говоря, если речь идет о, вот, скажем, там, профилактике предотвращения и ликвидации последствий, то эта система несколько более многогранная, чем просто работающие сирены, да, то есть это целый комплекс мероприятий, там, каждый из которых стоит денег, и далеко не каждый регион может, там, сказать, что там все эти программы обеспечены стопроцентно у него, там, для каждой из территорий. — Никита Юрьевич, у вас в 2010 году, когда были лесные пожары, как это все работало? То есть, там, людей оповещали о том, что идет там огонь, или что, как это работало? Или у вас рынды, как в Тверской области работали? — Значит, у нас, у нас, к счастью, что, называется, ситуация по 2010 году обошлась, там, без человеческих жертв, да, то есть у нас были достаточно большие лесные пожары, но они происходили в лесных массивах, которые непосредственно, там, не контактировали с населенными пунктами, так? То есть, но, тем не менее, значит, там, система работы отрабатывалась и в 2010, и в 2011, и там, в этом году. То есть, те населенные пункты, которые расположены в непосредственной близости от лесных участков, должны быть проведены, там, минерализованные полосы сделаны, там, соответствующими устройствами, там, соответствующие вырубки, ну, там, целый комплекс мероприятий. И, естественно, когда, значит, возникает, там, пожароопасная ситуация, система информирования населения, она переключается, там, на особый режим, то есть, там, собственно говоря, это уже функция местной администрации, они должны, там, в ежедневном, а в некоторых случаях, там, в ежечасном порядке информировать население о том, что происходит с пожарами. Ну, еще раз говорю, тьфу-тьфу-тьфу, как бы у нас лесные пожары явления достаточно частые, то есть, но они происходят, там, вдали от населенных пунктов, то есть, и, собственно говоря, обходимся без человеческих жертв, то есть, там, ну, правда, как бы, естественно, с ущербом, то есть, для лесного ресурса. — Я вот хотел уточнить, это все-таки региональная и муниципальная история подготовка к подобным вещам? — Да. — Ну, вы просто говорите, что это местная администрация? — Да, или... — В зависимости от, собственно говоря, источника опасности. То есть, понятно, что, когда мы говорим, допустим, про федеральный завод по уничтожению химического оружия, это не местная история, да, то есть, это, собственно говоря, там, федеральные вещи. Но когда мы говорим о таких, что называется, бытовых вещах, как паводки, наводнения, пожары и так далее, то есть, это, в общем, как правило, компетенция муниципалитета и, там, в некоторых случаях, субъекта. — То есть, деньги на все это выделяют, да, должен выделять муниципалитет? — Ну, либо муниципалитет, либо областная власть путем, там, межбюджетных трансфертов. То есть, поэтому, когда я говорю про, там, объем финансирования, там, 110 миллионов рублей, это означает, что столько потратит областной бюджет, ну, часть из этих денег, да, будет направлена в местные бюджеты для того, чтобы они профинансировали соответствующие работы. — Никита Юрьевич, вот сейчас, после той трагедии, которая произошла в Крымске, как был прав один из наших слушателей, везде начнутся проверки наверняка, как работает там, как работает здесь. Вы будете проверять у себя в Кировской области систему оповещения, или вы уверены, что она работает хорошо? — Ну, естественно, будем проверять. То есть, я, на самом деле, как раз вот не вижу в этом ничего плохого, так? То есть, понятно, что, там, все эти проверки должны и, на самом деле, происходят достаточно регулярно, но понятно, что, когда происходит, там, события, там, трагедия такого масштаба, то это повод для, там, внеочередных, там, тестирования, внеочередных проверок для того, чтобы посмотреть, убедиться, как работает та или иная система оповещения. — Угу. Вот мы сейчас столкнулись с тем, что наши слушатели рассказывают, что, ну, слышали сирену, например, знают, что вот она, эта система оповещения существует, но при этом они совершенно не в курсе, что нужно делать. У вас хотя бы на уровне муниципальном вот эти вот руководители администрации, которые должны это делать, они в курсе, что надо делать? Потому что, вот, из этих громкоговорителей люди ждут, условно, команды, да, куда бежать, что делать, что с собой брать. — Значит, это отдельная проблема, потому что, когда мы говорим про органы местного самоуправления, то есть, надо понимать, что речь идет, там, о десятках, сотнях людей, да, в том числе, которые пришли, там, совершенно недавно, да, и зачастую обладают компетенцией весьма далекой от вопросов, связанных, если вообще обладают, да, значит, весьма далекой, то есть, вот, системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Значит, в всяком случае, я, опять же, сейчас не могу говорить про все виды чрезвычайных ситуаций, но вот по, как бы, лесным пожарам, мы, начиная с 2010 года, постоянно проводим обучение. То есть, собственно говоря, ну, поскольку, еще раз говорю, для нас это наиболее такой характерный, наиболее характерная чрезвычайная ситуация, там, по итогам ситуации 2011 года, да, один из глав администрации района был там отстранен от должности, да, то есть, в силу того, что как раз в тот период, когда была, возникла чрезвычайная ситуация, набор тех действий, значит, которые он должен был осуществлять, как глава администрации, там, он не осуществил или осуществил с большой задержкой. Поэтому на сегодняшний день, вот там, там, что-то, конечно, то есть, но я могу сказать, что, во всяком случае, к чрезвычайным ситуациям, связанным с лесными пожарами, то есть, у нас органы местного самоправления точно готовы. То есть, еще раз говорю, мы это обучение проводим регулярно. Ну, это вот, собственно, та ситуация, как мы говорили, что Крымск вообще, он, в принципе, подвержен таким вот, то есть, тот район, где это все произошло, там, в принципе, угроза наводнения, она вполне постоянная. И они случались. Да, они случались, и, по идее, вот то, как в Кировской области налажено, работа в случае лесных пожаров, потому что это там происходит, да, часто, это наиболее такая ситуация, ну, не додавая, скажем. Я, причем, сразу хочу сказать, что это вот то, что я говорил, это не моя оценка, это оценка Рослесхоза, так, то есть, когда я говорю, что у нас обучение проходит регулярно, то есть, контролирует эту работу, в том числе и профильное федеральное агентство, в данном случае, агентство лесного хозяйства, поэтому, когда я говорю о качестве подготовки, это, там, не мое желание похвалить, это объективная оценка. Да, ну, а мы, в свою очередь, говорим-то, и даже ведь еще я в более универсальных вещах, ведь речь шла о том, что люди просто не знали о том, что что-то происходит, не то, что даже куда идти, что делать, люди, в принципе, люди спали, и вот вопрос, почему... Ну, у меня другой вопрос в этом случае. Кто принимает решение о том, что необходимо сейчас включить сирену и необходимо сейчас, например, эвакуировать город? Это вы принимаете решение или там... Глава региона. Нет, глава региона, то есть, в общем, понятно, что там, опять же, есть несколько там уровней чрезвычайных, как бы, ситуаций, то есть, ну, если мы говорим о такого рода масштабных вещах, во всяком случае, там, все, как бы, постановления, распоряжения, связанные с объявлением особого, там, пожароопасного периода, да, то есть, значит, и там все, как бы, действия, которые касаются, там, запрета входа в лес, там, значит, там, проведения пикников и прочее, это подписывает, там, губернатор, да, то есть, это... Ну, соответственно, эвакуация города то же самое. Ну, естественно, конечно, да. Как вы думаете, отставка города Крымск и... Руководители. ...и руководители, да, города Крымска и Крымского района, ну, сейчас это вот то, что называется, стрелочников убирает, как пишут нам наши слушатели, или действительно ответственность за провальную эвакуацию, должна лежать на них. Понимаете, я не хочу сейчас, там, давать какие-то оценки деятельности органов власти, там, не потому что какая-то, там, корпоративная солидарность, да, просто для этого надо очень хорошо, как бы, там, понимать ситуацию, значит, изнутри, да, то есть, потому что то, что мы, там, читаем по новостным лентам, там, то, что мы слышим по радио, по телевидению, это, к сожалению, там, субъективные, пусть даже, значит, озвученные, там, авторитетными людьми, там, точки зрения, да, там, вы прекрасно знаете, что я, там, сам недавно был в такой ситуации, когда, там, конфликт Демьянова у меня проходил, да, то есть, вот, сколько только я оценок не наслушался, значит, сколько я только оценок не наслушался о том, что, кто нужен, там, причем давали эти оценки люди, как правило, там, очень отдаленно представляющие, о чем идет речь, да, то есть, поэтому я сейчас, там, действительно не хочу, там, давать оценки, кто, значит, какие действия, там, должен был сделать и не сделал, да, насколько я понимаю, создана специальная комиссия, которая будет, там, анализировать результаты и, там, выдавать соответствующие оценки, там, для принятия кадровых, там, административных и уголовных решений. Я напомню, что у нас на связи из Кирова губернатор Кировской области Никита Белых, Никита Юрьевич, я видела сегодня где-то в интернете, что в Кирове тоже открыт сбор, пункт сбора помощи пострадавшим в Крымске, так ли это, кто собирает и как это будет все отвозиться в Крымске? Значит, ну, во-первых, вообще, что касается наших действий, в субботу, когда, значит, эта информация пришла, естественно, там, моя реакция первым делом, мы стали выяснять ситуацию, как бы, о кировских детях, так, то есть, потому что дело в том, что вот разного рода организованные группы направляются, там, по разным направлениям, да, то есть, там, дети-сироты, там, дети-инвалиды, то есть, где-то там фонд социального страхования платит, где-то бюджет, где-то там... Вы лагеря имеете в виду, да? Ну, да, то есть, лагеря, организованный отдых, так, то есть, поэтому, значит, вот, собственно говоря, мы достаточно быстро выяснили, что у нас группы отдыхали до того, да, и вернулись. Сейчас, значит, группы должны были отправиться туда в августе, сейчас там неизвестно, как бы, там отправиться или нет. А, собственно, в период вот этих событий у нас была организована группа в лагере в Кабардинке, это недалеко, как бы, значит, от Крымска, там тоже были отключения света, там, воды, значит, ну, вот, там, сейчас ситуация восстановлена, мы с ними связь держим, в ближайшее время группа из 15 детей, там, двух взрослых должна будет вернуться, то есть, слава богу, там никаких пострадавших нет. Значит, потом я направил телеграмму правительству Краснодарского края, значит, с, там, понятно, словами соблезнований и предложениями о помощи, ну, причем, там, не абстрактной, поскольку, я так понимаю, сейчас пойдет речь о достаточно большом объеме, там, восстановлений, которые необходимо будет делать, да, работ строительных, то я написал, что если есть, там, необходимость, соответственно, в, там, брусье, фанере, там, ДВП, ДСП, ну, то есть, той, как бы, продукции лесопиления, деревопереработки, которая, собственно, развита на территории Кировской области, мы готовы влиять на себя организационную часть работы, да, то есть, мы готовы здесь, там, соорганизовать предприятие, там, обеспечить, там, все необходимые условия, то есть, для организации поставок стройматериалов, такого, значит, там, деревянного домостроения, значит, в Краснодарский край. Значит, по сбору вещей это проводит, собственно говоря, не правительство, а, значит, наши общественники, то есть, там, в том числе, и РВИ их знаете, это, вот, наши, там, и блогеры, то есть, и, там, вот, ребята, которые, в целом, как, что значит, вот, такой активной общественной деятельностью занимаются, мы им помогаем информационно, то есть, ну, вот, сейчас будем вместе с ними решать вопросы, связанные, там, с доставкой этих вещей в Краснодарский край. Что касается, там, наших официальных действий, мы опубликовали, значит, там, реквизиты для сбора денежных средств, то есть, те, которые официально опубликованы самой администрацией Краснодарского края, значит, сами члены правительства, я лично, то есть, тоже, там, деньги перечислили, вот, и сейчас, там, договорились о том, что, в целом, работники органов исполнительной муниципальной власти тоже, скажем, там, свои перечисления сделают, вот, ну, и опубликовали это, соответственно, в средствах массовой информации. Поэтому, это вот, что касается наших действий сейчас, то есть, здесь, я считаю, мы, как бы, там, действуем параллельно и, там, помогая друг другу, я имею в виду, общественников и государственной структуры. Да, спасибо, Никит Ильич. Единственное, что у меня, вот, еще вопрос по оповещению неожиданно возник. Вот, вы упомянули о ваших общественных деятелях, об активных блогерах, действительно, с ними знакомы, они у вас, действительно, очень активны, мне все время было непонятно, как в больших городах с вполне себе современными людьми, я имею в виду, в руководстве, остаются какие-то такие вот советские истории, там, с этими системами оповещения. Нет желания, может быть, у ваших общественников, я не говорю сейчас даже про правительство, наладить какое-то, не знаю, смс-оповещение о том, что происходит, или какую-то еще там сеть, то есть, социальные сети, в данном случае, именно в помощи крымской, они работают лучше всего, лучше, чем, там, телевидение, радио и телефон. Может быть, вы, там, проведете с ними какую-нибудь, не знаю, работу, может быть, они вам придумают. Несколько моментов, что называется, и да, и нет, да. Значит, первое, когда мы говорим про систему оповещения, то есть, мы должны, как бы, понимать, что наиболее уязвимыми, значит, вот в таких ситуациях оказывается категория людей, которые как раз интернетом пользуются меньше всего, так, то есть, в общем, люди, там, пожилого возраста, там, инвалиды, значит, там, еще, там, будем так сказать, маломобильные группы, вот, собственно говоря, для которых-то вот как раз, там, сирены, первый, второй канал, радиомаяк, значит, является, наверное, более таким эффективным средством коммуникации, да, то есть, поэтому, там, заменить, просто, значит, там, сирены, там, давайте, как бы, что-нибудь оповещать друг друга в блогах, не получится точно в ближайшие, скажем, несколько лет, да. Ну, слава богу, в блогах это как-то совсем нехорошо. Вот, значит, теперь, как бы, что касается социальных сетей, думаю, что какую-то систему там оповещения, возможно, было бы сделать, и действительно, наверное, как бы сами, будем так говорить, участники интернет-сообщества и социальных сетей могут с предложениями выходить. Единственное, что я очень осторожно отношусь к социальным сетям и интернету с точки зрения обнародования, озвучивания и продвижения разного рода информации, да, то есть, в общем, ну, там, мы, там, собственно говоря, когда я, там, читаю в интернете о том, что это власти, значит, спустили воду, значит, чтобы, там, чтобы не пустить волну, там, на Новороссийск, там, решили, как бы, сознательно затопить Крымск, так, то есть, ну, извините, да, то есть, вот, значит, там, при всем понимании отношения к власти, да, то есть, ну, там, нельзя такие вещи, там, допускать, да, причем, еще раз говорю, я же это все проходил, там, через себя, там, когда читал в социальных сетях, в интернете, как многочисленные самолеты, груженные вооруженными до зубов дагестанцами, летят, как бы, значит, в Димьяново для того, чтобы, значит, там, утопить, там, область в крови, то есть, ну, еще раз говорю, это ведь все, главная проблема какая, да, значит, у нас настолько далеко зашел кризис доверия общества к власти, что люди готовы верить чему угодно, только, ты скажем, там, не власти, только, там, не официальной информации, да, поэтому любая бредовая, значит, там, идея, любая, значит, там, не знаю, значит, любая теория заговора, да, выглядит гораздо, там, с точки зрения потребителя вот этой информации, как бы, в сетях, гораздо более правдоподобной, чем официальные заявления официальных властей, то есть, что бы власть ни сказала, то есть, значит, это, 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 вот, как бы, там, изначально воспринимается не так, если вы посмотрите на аналогичные ситуации в других странах, это не так, да, то есть, и там, когда была авария, значит, на Фукусиме, там, в Японии, при всей, так скажем, там, глобальности, значит, масштабности, там, трагедии, да, все-таки основным, там, спикером и координатором выступала власть, да, то есть, значит, и там всю ситуацию, при том, что и интернет сообщества существовало, при том, что существовали и социальные сети, так, то есть, все-таки уровень, там, доверия, значит, общества к власти, там, принципиально иной, понятно, что, еще раз говорю, да, понятно, что это доверие нужно, там, заслужить, и понятно, что это проблема, которая у нас отражается не только в этих ситуациях, то есть, но и во многих других, но я, там, снова говорю то, что говорил много раз. Вопрос доверия власти и общества, это вопрос взаимный. То есть это вопрос, когда шаги должны делать и те, и другие. И поэтому, когда общество начинается говорить, все, что говорит власть по поводу трагедии в Крымске, все неправда, но это тоже как бы там не есть хорошо. Это тоже, скажем, тот шаг, который ничему хорошему там не приведет. Никитар Юрьевич, вы несколько раз сегодня упоминали Демьяну в эту известную историю. Несколько недель, по-моему, уже прошло с того момента, когда началась. А вот сегодня пришли новости о том, что временная оперативная группа управления МВД в этом поселке выявила 113 административных правонарушений. То есть, получается, боролись с одним преступлением, нашли еще под этот шум еще и кучу других. Что вы можете рассказать? Слушайте, там административных правонарушений намного больше. Причем они в разных сферах встречаются. Я подробно достаточно описывал ситуацию, касающуюся мэйта, допустим, встречи с предпринимателями. Когда несколько десятков крупных, по местным меркам, предпринимателей просто не платят налоги. У которых официально не зарегистрирована собственность, поэтому нет объекта налогообложения. У которых не оформлены трудовыми договорами отношения с людьми, которые у них работают, соответственно, никаких неналоговых платежей, ни отчислений в пенсионные фонды не существует. Это и есть те правонарушения. Их больше. Я могу сразу сказать, их точно больше. Поэтому просто считается правонарушения правонарушением рознь. То, что касается вопросов, связанных с налоговыми, с предпринимательскими какими-то вещами, иными, это тема отдельного разговора. А вот вопросы, которые связаны с такими межнациональными конфликтами, они имеют под собой и другую в том числе причину или другие причины, а не только вопросы, связанные с объектами налогообложения. Глава поселка Демьянова и глава администрации Подосиновского района ушли в отставку. Их отставка связана с чем конкретно? Значит, у нас были достаточно непростые обсуждения этой темы с теми людьми, которые подали в отставку. Тут, я бы сказал, два разных подхода. Что касается... Они, кстати, сами ушли или вы им дали понять, что следует уйти? Будем так говорить. Они эти решения приняли после беседы с нами. Так, то есть вот. Значит, что касается главы поселка, то тут у нас нет вопросов к тому, как он действовал в период самого конфликта. Но, собственно говоря, к процессам до конфликта, в том числе все те вопросы взаимодействия с предпринимателями, те вопросы, которые возникали в сфере жилищно-коммунального хозяйства, те вопросы, которые возникали в части взаимодействия с местными правоохранительными органами, то есть в конечном итоге это во многом является сфера его ответственности. И при том, что в ходе самого конфликта он действительно себя проявил как достаточно активный, энергичный и достаточно компетентный специалист, то есть возникают вопросы к его работе до того, как. Но, что касается главы администрации района, там ситуация обратная. Там, в общем, как раз есть вопросы к его действиям и поведениям именно в те несколько дней, то есть когда этот конфликт разгорался и, собственно говоря, реально осуществлялся. просто там физическое отсутствие главы администрации района, значит, в этот момент территории Демьянова, то есть является достаточным основанием для того, чтобы делать такие организационные выводы. Утрата доверия называется. Да. Никита Ильич Белых, губернатор Кировской области, на Эхе Москвы Дневник губернатора. Спасибо большое. Спасибо, Никита Юрьевич. Я надеюсь, что у вас, как и прежде, ничего глобального в Кировской области такого, что потребует такое максимальное оповещение, не произойдет. Спасибо за подробности. Дневник губернатора был у нас в эфире, Никита Белых, губернатор Кировской области. Спасибо.